По одному странному стечению обстоятельств, а возможно вовсе нет, на прошлой неделе мы вместе с Алексеем Пивоваровым из его чудесной редакции записали видео про абсурдный случай, который случился в деревне Базилевка. Как выяснилось, деревня это вообще часть Уфы и часть, по-моему, Калининского района. Это даже не деревня сама по себе, это как бы географический Уфа. Это то самое место, где местные жители сами построили себе освещение улиц, а местные власти им это все дело запретили и отключили. И вот размышляя над тем, почему этот случай вызвал интерес не только у нас здесь, как говорится, в нашей провинции, но уже и у федеральных блогеров и федеральных мастеров Ютьюба, я прихожу к выводу, что, пожалуй, эта история наводит нас на одну интересную мысль. Ведь если власти не разрешают гражданам самим делать для себя какие-то блага за свой собственный счет, а обязывают их получать благо только от них, от власти, при этом власть эти блага не создает, тогда, наверное, может быть приемлема такая схема, может быть нам нужно просто откатывать власти, когда мы делаем что-то для себя хорошо за собственные деньги. Нет, не смейтесь, это не какой-то там, значит, бред понедельника утра, это на самом деле действительно конструктивная вещь. Вот посмотрите, к примеру, нет у вас моста где-нибудь, да, в каком-нибудь районе, ну, приходится объезжать там за 30 километров, и нужен вам по зарез мост через небольшую речку, а моста нет, и власти этот мост не строят. Вы приходите и говорите к местному начальнику, говорите, Марат Анварович, например, да, а вот у нас есть полтора миллиона рублей, мы скинули с деревни всей, и хотим мост построить. Марат Анварович смотрит так в потолок и говорит, ну, хорошо, неплохо, а сколько вы мне дадите за это? А вы ей говорите, ну, например, 1100, он говорит, ну, давайте 120, и по рукам, и договорились. И, между прочим, что-то мне подсказывает, что в этой ситуации мост через эту речушку получится существенно дешевле, если бы Марат Анварович проделал все свои сложные манипуляции, провел конкурсы, выбрал своих друзей в качестве победителей, и потом построил этот несчастный мост в необозримом какой-то перспективе когда-нибудь. Между прочим, на те же самые наши деньги, которые мы собрали бы Марату Анваровичу в качестве налогов. В общем, вот такая вот идея пришла мне в голову, я понимаю, что это дикий абсолютно абсурд, но что может еще прийти в голову вот после этой истории в Базилевке, когда освещение улиц, сделанное за счет граждан их же руками, было отключено местной администрацией. Ну и заодно посмотрите тот коротенький сюжет, который снял Алексей Пивоваров. Я думаю, что у него, конечно, получилось лучше, чем у меня, но вместе мы все-таки силы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!